Константин Коровин. Первая любовь. Утром проснулся. Бревна, маленькая комната. В окно блестит солнце и зеленый-зеленый сад. А кругом какие места! Кривая сосна на лугу, старая, гнилая, А за ней голубая даль. Вот там должно быть, думаю я, Там и есть мыс доброй надежды. Я непременно поеду туда. Ты не ходи далеко, говорит мне мать, А то заблудишься. Но все же я пошел. У самой сосны, старой, уже засохшей, Такой чистый лужок, сухая земля, Я лег у сосны и подумал. А Тата осталась там, в Москве. Отчего она не приехала сюда? Я бы с ней пошел туда, где эта даль. Мыс доброй надежды. Она все видит, тот же двор, мостовую. Разве это можно сравнить? В Москву, там скучно. Бедная Тата, я напишу ей письмо, Напишу, попросите маму, Чтобы она вас отпустила к нам. Я не буду вас целовать, никогда. Но только приезжайте, пожалуйста, с мамой. Я люблю вас, Тата. Я встал и пошел. Все, иду, какие-то пашни, опять луг. Я туда уже, к низу. Я спускаюсь, и в кустах вижу, Как идет маленький ручей. Я подошел к нему. Видно все дно, и цветные камешки, Трава, осыпанный бугор. Такой узенький ручей, Что если разбежаться, можно перепрыгнуть. Я снял сапоги и перешел в брод. Вода холодная, но так приятно ногам в воде. Я остановился в воде и вдруг увидел, Как к ногам моим стайкой подошли по дну серой рыбки. Пискари. Возвратясь домой, я просил отца купить мне удочку. Отец обещал. Я послал письмо. Прошло несколько дней, И вдруг, только что, сойдя с террасы, Я увидел, как через мост по речке едет пролетка, А в ней сидит отец и Тата с матерью. Я так обрадовался, что побежал навстречу через луг И кричал «Тата! Тата!» Я показал Тате сухую сосну и повел ее в голубую даль К мысу доброй надежды. Она собирала цветы, большой букет, И подносила их к своему лицу. Костю, какие чудные цветы! Я их нарву побольше, привезу домой, Поставлю в банку и буду думать о вас. А вы? А я говорю, я не знаю. «Тата, а ведь усы у меня не скоро вырастут, Как вы думаете?» Это ничего, но вырастут непременно костюм. Когда со мной бывала Тата на даче в Медведкове, Мы вместе ходили много и бегали по лугу босиком, По воде ручья, на песочке. Сидя за столом на даче, ели сухари и пили молоко, Все время было особенное чувство красоты и радости. Все кругом преображало волшебное очарование, Веселье и радость. Когда уезжала Тата, пропадало дорогое, бесценное, родное. Я получил письмо. Тата прощалась со мной. Она уезжала с матерью далеко и надолго, В Саратовскую губернию, к родным. Загрустил я и опечалился. А осенью с отцом, мать и я переехали из Москвы в мытищи. Это неподалеку от Москвы, где отец получил какую-то службу поблизости мытищ. Новая жизнь в деревне, дружба с товарищами, крестьянскими мальчиками, охота, школа захватили меня. Я реже и реже стал вспоминать Тату. Прошло много лет. Как-то летом, идя из мастерской малого театра и проходя в ворота на Красную площадь, Я вошел в часовню Иверской Божьей Матери, залитую огнями свечей. Сбоку от меня стояла довольно высокая женщина. Я взглянул на нее и узнал. — Тата! Женщина опустилась на колени и, встав, повернулась и пошла из часовни. Я пошел за ней и на ступенях лестницы, выходя из часовни, сказал. — Тата! Она остановилась и остро смотрела на меня. — Костю! — воскликнула она. — Костю, я не узнала вас! Она взяла меня под руку и пошла от часовни. Идя со мной по тротуару, говорила, все так же остро смотря мне в глаза. — Да, вы, Костю, теперь знаменитый художник, так давно не видала вас, про вас пишут газеты. Вы уж теперь, наверное, не такой, наверное, загордились, зазнались, ухаживаете в театре за актрисами. Да, да, наверное. Я смотрел на нее, а я вышла замуж. Мой муж служит в городском ломбарде, и я там тоже служу. Он старше меня, но он очень хороший человек. А вы, Костю, сколько получаете жалования? Я как-то промолчал и спросил. — Тата, помните лук в Медведкове, старую сосну, ручей? Я не раз был там и видел этот лук в цветах, и вас, улетевшее, светлое видение, призрак любви моей. Вы всегда и раньше были такой странной. — Какой? — Костю. Вы всегда можете бывать в театре? — Могу, но не бываю. Как странно. А вы можете достать абонемент, амфитеатр Портер, третий ряд. Вы, наверное, можете достать контрамарки, да? А вы знаете, мама моя ведь умерла вот уж скоро год. У подъезда на Балчуге, где была моя мастерская, я остановился. — Тата, я достану вам абонемент. Дайте ваш адрес. Я непременно пришлю вам билеты в театр. И простился с Татой. Мастерская моя показалась мне мрачной и ненужной. Я вновь вышел на улицу, крикнул проезжавшему извозчику и поехал в Медведково. В Медведкове у ручья была лесная тишина. Лето. Жаркий день. Стоя в ручье босиком, я смотрел на воду. Тихо журчал ручей, и светлое журчание его напоминало мне о прошедшем прекрасном. О мысе доброй надежды. Константин Коровин «Первая любовь» Рассказ читал Егор Серов Рассказ читал Егор Серов